Вести Карачаева, Черкесия В Черкесе сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенного в Российской Федерации правого сектора. В результате проведенных мероприятий в Черкесске выявлен и задержан местный житель 1992 года рождения, вынашивавший планы по совершению террористических акций в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем правого сектора, после чего планировал уехать на Украину. По адресу его проживания, также в оборудованном им тайнике обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для изготовления взрывного устройства, схема подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, в используемых средствах связи, переписка с активными участниками организации правый сектор, изобличающая его преступные намерения и символика экстремистской организации. Есть настольные для совершения теракта в городе Чапецке. Вы собирались совершить теракт? Да. Где? Прокуратура военкомата. Что должно было произойти после совершения теракта? Я должен уехать отсюда. Куда? Каким образом? На поезде Невиномыска-Белгород. Там меня должны забрать были. Забрать для чего? В Белгороде. Правый сектор. Для вашего вступления в правый сектор? Да. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял решение о расширении посадок персиковых садов в регионе. В связи с этим решением предприятие сады Карачаева Черкесии совместно с региональным правительством ведет работы по поиску нового участка для закладки Большого персикового сада. Первый персиковый сад площадью 1 гектар в республике был заложен в 2020 году. Уход требуется кропотливый. Хрупкая культура не терпит применения каких-либо химических удобрений. Поэтому местные персики на 100% экологически чистые и собираются исключительно вручную. В текущем году собрано в три раза больше урожая, чем в минувшем. Всего в этом году планируется собрать около 10 тонн персиков. Делегация Карачаева Черкесии во главе с министром туризма и курортов республики Расулом Тикеевым принимает участие в туристическом форуме «Путешествия», организованном в Москве. На полях форума на ВДНХ пройдет 30 деловых мероприятий, объединяющих представителей Ростуризма, фонда Росконгресс, региональных органов власти, туристической отрасли и тревел-блогеров. Особый интерес у гостей ВДНХ вызвал выставочный стенд региона, представленный на полях форума. Зам. директора Оландского христианского центра на Северном Кавказе Руслан Чагаров презентовал посетителям стенда богатый турпотенциал региона, его историческое и культурное наследие. Искренне в восторг у гостей площадки вызвали мастер-классы по вышивке национальных нарядов от именитого модельера-дизайнера Зарьи Маджиевой и изготовления уздечек от мастера Аслана Туркменова. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей стране сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт филиал Ранхикс. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института филиала Ранхикс Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Продолжается строительство Карачаевского группового водопровода. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой около 27 тысяч человек, жителей 11 населенных пунктов региона. Работы по строительству систем водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода». В этом году также ведется строительство еще двух объектов водоснабжения в населенных пунктах Хабесского, Абазинского, Адыгагабльского и Ногайского районов, а также строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений Тиберда-Донбай. Все вышеперечисленные объекты позволят обеспечить чистой водой свыше 66 тысяч человек, жителей 26 населенных пунктов. Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии для Донбасса. В рамках проекта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам ДНР и ЛНР, ведущим борьбу за их освобождение. Инициатор акции – Общероссийский народный фронт и сайт «Все для победы», через которые каждый желающий может помочь. Наряду с финансовой поддержкой желающие могут оказать помощь посредством передачи материальных предметов в региональный исполком Народного фронта. На сайте «Все для победы» расписан каждый сбор, на какое именно подразделение он открыт, как перечислять деньги, где принимают вещи, что именно требуется бойцам, какие грузы доставляют адресатам. Каждый сбор персонифицирован, его ведет какой-либо известный в стране человек. В Карачаево-Черкесии к середине лета уже полностью выполнен годовой план по искусственному лесовосстановлению. Работа проводилась в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» и охватила площадь порядка трех гектаров. Подробности сообщила консультант отдела лесного хозяйства Государственного лесного реестра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Асиат Булатова. В текущем 2022 году в рамках реализации проекта «Сохранение лесов», а также выполнения государственного задания в Министерстве природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики были выполнены следующие мероприятия. В части выполнения искусственного лесовосстановления была выполнена площадь 2,6 гектаров. Дополнение лесных культур было выполнено на площади 5 гектаров. Проведение агротехнического ухода на площади 33,4 гектара. Все мероприятия, запланированные в рамках реализации национального проекта «Экология», Министерством природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики были выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Представители общеобразовательных школ Карачаево-Черкесии, победившие на конкурсе «Мое поколение! Мои России!» стали участниками курса специалистов по воспитанию культуры народов России, культурно-просветительского проекта «Гражданское событие». К участию в тематических сменах, организованных на базе оздоровительного лагеря «Горный ключ» в Чеченской Республике, были приглашены учащиеся и специалисты по воспитанию школ сел Халадно-Родниковска и Пристань, аула Псаучедахи, школа номер 2 «Аула Псыш», школа номер 6 и гимназия номер 19 «Черкеска». Десятидневное обучение включает в себя насыщенную образовательную и культурно-развлекательную программу. Студенческий актив и некоммерческий сектор региона в Доме правительства Республики встретился с представителем межрегионального клуба лидеров «Будущее Кавказа». Модератором площадки выступило региональное министерство по делам молодежной политики. Участниками встречи была презентована деятельность клуба и обозначена его нацеленность на создание условий для реализации потенциала компетентных лидеров Северокавказского федерального округа. Об этом сообщил региональный координатор клуба лидеров Эльдар Бастанов. Количество участников клуба не ограничено, но клуб в то же время является закрытым. То есть в клуб люди попадают на конкурсной основе, они подают заявки, рассматривают их резюме и в зависимости от тех или иных достижений и компетенций они включаются в данный клуб. Если в прошлом году в основном мы занимались траекториями личного развития, в этом году мы уже собираемся в разных субъектах нашего округа, проводим стратегические сессии. В Черкесске продолжается благоустройство сквера имени Сергея Есенина. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В рамках реконструкции планируется замена всего плиточного покрытия, также замена лавочек, установка дополнительных мусорных урн, приведем в соответствие освещение в данном сквере и работы по озеленению планируются. В текущем году выполнен и выполняется большой объем работ. С февраля месяца начаты масштабные работы по укладке тротуарной плитки. Это 27 тысяч квадрат. На сегодняшний день уже 25 тысяч квадрат. Это 80% работ уже выполнены. Ведутся работы по уборке прилегающей территории, отсыпке газонов плодородным слоем земли. Также будут выполнены работы по замене тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Это по улице Набережная и Угуте Кулова. Работы уже начались. Все строительные работы мы планируем завершить до 15 августа текущего года. Отрезок федеральной трассы А-165 на пути из Пятигорска в Карачаево-Черкесию в ходе капитального ремонта расширят до четырех полос. Двухполосный отрезок дороги не справляется с ежедневным трафиком в 15 тысяч автомобилей и нуждается в обновлении. Для того, чтобы увеличить его пропускную способность, дорожники расширяют проезжую часть до 14 метров. Безопасность движения обеспечат устройством барьерного ограждения, которое разделит встречные потоки. Земляные работы на первых шести километрах в местах расширения автодороги начались в мае этого года. В верховьях ущелья Адерсу в Кабардино-Балкарии спасатели МЧС России проводят всероссийские сборы по альпинистской подготовке. В сборах участвует 72 человека. Это спасатели МЧС России из различных субъектов страны. В числе участников сборов четыре спасателя из Карачаево-Черкесии. Тренировки проводятся на высоте более 2000 метров. Программа занятий весьма насыщена. Прохождение по ледовому маршруту, занятия на скальном рельефе, переправы через горные реки, работа в связке, организация страховочных станций, приемы оказания помощи условно пострадавшим на месте обнаружения и т.д. Тренировки спасателей в ущелье Адерсу продлятся до 14 августа. За сутки полицейские Карачаево-Черкесии зарегистрировали и раскрыли по горячим следам 7 краж. Похищенное изъято и будет возвращено законным владельцам. Воспитанники спортшколы Черкеска стали призерами чемпионата Северокавказского федерального округа под Хэквондо. Мелена Нахушева завоевала золотую медаль, а Ахмат Абазалиев – бронзовую. Также стало известно, что наша землячка Мелена Нахушева представит регион на чемпионате России под Хэквондо, который состоится в Нальчике 25-30 сентября. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами 17-22. Местами высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске переменная облачность, вечером кратковременно дождь, гроза, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 31 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты.